Коровы — теплокровные животные, что означает, что для комфортной жизнедеятельности и максимальной продуктивности они должны поддерживать постоянную температуру тела. То есть здоровая корова — это корова, которой не жарко и не холодно. Повышение температуры воздуха критично сказывается на стадии. Как только устанавливается комфортная температура для человека в 20 градусов по Цельсию, коровам уже становится жарко. Когда внешняя температура достигает 22 градусов по Цельсию, начинают происходить определенные изменения. У коров нарушается цикл и снижается фертильность, а по мере возрастания температуры этот эффект увеличивается. Корова перестает адаптироваться к повышению температуры и уже при 24 градусах с большой долей вероятности нарушится цикл охоты, а показатели Conception Rate снизятся. В среднем при 22 градусах на 5% меньше коров в стаде приходят в охоту. Уровень Conception Rate снижается с 39% до 33% и у 20% коров нарушается цикл. Также падает молочная продуктивность. При 24 градусах признаки теплового стресса становятся более заметными. Коровы угнетены, головы опущены, коровы начинают драться за места под вентиляторами или же наоборот сбиваются в группы и стоят вплотную друг к другу у окон и дверей в поисках свежего воздуха. При 27 градусах на 8% меньше коров приходят в охоту, Conception Rate снижается на 15% и почти у половины коров сбит цикл. Уровень надоев может упасть до 30%, а эффективность кормления, которая представляет собой коэффициент конверсии корма к производству молока, может снизиться на целых 15%. При 35 градусах падение продуктивности может доходить до 33%, а при 40 – до 50%. Что же мы можем сделать? Есть несколько способов, которые позволят нам снизить влияние высоких температур и ТВИ. Вода, укрытие, вентиляция, циркуляция воздуха и специально разработанная формула буфера для рубца. Кормовое решение от теплового стресса «Лёд» – специально разработанный продукт, который помогает коровам справляться с повышенными температурами. Продукт содержит смесь охлаждающих добавок и осмолиты и позволяет каждой клетке организма не терять воду и продолжать нормально функционировать даже при повышенных температурах. Применение добавки «Лёд» с мая по сентябрь позволит сохранить потребление кормов, увеличить молочную продуктивность, поддерживать воспроизводительную функцию и в целом повысить комфорт ваших коров. Вашим коровам жарко? Им нужен лёд!